Моторадио представляет Это опытнейшая тема, близкая лично мне, как любителю компьютеров. Вот что хотелось бы спросить. Если мы вспомним эволюцию управления двигателями мотоциклов в историческом срезе, то есть с дальнего расстояния посмотрим, то мы помним, карбюратор, потом первые какие-то мозги, которые с инжектором стали работать, потом уже какие-то хорошие мозги, а потом пошли поколения вот этих самых блоков управления. И, как выясняется, оказывается, и на Харли Дэвидсонах тоже есть вот эти вот, так сказать, поколенческая смена более старых на более новые. Я так очень образно говорю, и я надеюсь, ты более подробно осветишь нам. Так вот, оказывается, можно некоторые мотоциклы, оборудованные предыдущими поколениями мозгов, поменять эти самые мозги на более новые, и будет много плюсов, как говорят. Ну, собственно, на этом все. Прошу вас. Ну, во-первых, значит, многие слышали ругательное слово, которое называется Морелли, Магнетти Морелли. Есть такая контора, которая делала систему управления двигателем для харлиевцев, и это был первый их опыт, харлиевцев, по установке системы электронного впрыска. Значит, это после карбюратора пошло, да? Нет, не после. Это у них шло параллель с карбюратором. То есть у них были карбюраторные мотоциклы и впрысковые. Это какие года примерно? Это примерно 97-й, 6-й, 8-й год. Ну, 97-й, наверное, да, то есть она вроде как появилась у них эта система. Ну, грубо говоря, 20 лет назад, чуть меньше. 25, почти под 30. Вот. Когда вот только там пошли, я помню, просто у меня была какая-то студенческая юность БМВ, у меня была с электронным впрыском, вот она была 86-го года. То есть я к тому, что в машинах первые системы впрыска пошли где-то там в середине 80-х, в начале 80-х, да? У харлиев в середине, ну, как бы, у харлиев этим стали озадачиваться, условно говоря, в середине 90-х, считаю. Ну, как бы, принципиально есть плюсы, есть минусы, да? То есть из плюсов, что там всего три датчика, ну, глобально в этой системе, из минусов, что она дурацкая и не читается. То есть не читается и не программируется. Это ты имеешь в виду для людей, которые хотят там что-то улучшить, да? Да, для того, чтобы, ну, мы уже привыкли к тому, что мы можем, как бы, систему управления обучить под наши задачи, да? То есть у нас какие-то поменялись моменты, и мы можем, значит, откорректировать систему управления. Как бы, Морелия, как бы, не шьется, то есть, как бы, она не программируется. Значит, хотя были какие-то программаторы 100 миллионов лет назад, которые, как бы, это дело программировали, потому что попадаются с большими форсунками они, с чем-то там еще. Но принципиально сейчас, как бы, уже, ну, прогресс ушел вперед, и, соответственно, у нас ничего не происходит с этим продуктом. Да пес бы с ним, если бы не одно «но», да, то есть, если у нас современные, там, относительно, ну, даже старые мотоциклы, они берут режим нагрузки, то есть, ну, когда мотор пыжится, и в какой степени он пыжится, нагрузка, значит, определяется по разрежению в впускном коллекторе. И это очень хороший индикатор, который применяется до сегодняшних дней. То в Морелии датчика, который снимает разрежение в пускном коллекторе, в принципе, нету. Ну, нету его. То есть, без обратной связи, получается? Нет. С ограниченным числом входящих параметров, скорее. Значит, в Морелии есть дополнительный дурацкий датчик, это датчик положения распредвала, который, как бы, отсутствует в более свежих мотоциклах, потому что они фазировку... За ненадобностью. Да. Они фазировку двигателя берут по вот этому датчику разрежения в пускном коллекторе. Значит, в чем прикол? Прикол в том, что режим снимается от половины ручки, получается. Программировать никак. Ну, и, как бы, народ страдает, да, то есть, который владеет такими мотоциклами. Это какие года, опять же? По какой год? Слушай, это мотоциклы, оснащенные двигателем Evolution, там, типа, 97-98 год. Это первые твинкамы, которые пошли с 99-го года, 2000-го, по-моему, в 2001-м уже стали Дельфи стоять. Так вот, у меня есть несколько клиентов, у которых этот несчастный Морелий стоит на твинками. То есть, на Evolution стоял на роудглайде 98-го года. Ну, я рассказывал про эту историю, что сначала, значит, этот мотоцикл был переделан на карбюратор, потому что мотор с карбюратором пришел тюнинговый. А потом мы, как бы, этот мотор с карбюратором, карбюратор выбросили, поставили впрыск от мотоцикла свежего, там, 12-го года. И с электронным дросселем он все заработал. Но, возвращаясь к сегодняшней ситуации, то есть, вот, допустим, у нас есть мотоцикл классного чувака Павла. Это роудглинг, там, 99-го, что ли, года. И этот роудглинг оснащен в Морелий, да, то есть, которая работала через пень-колоду. Ну, как бы, очень через пень-колоду она работала. И год назад или два я отстроил, ну, там, был или не был, я не помню. Ну, короче говоря, каким-то образом там оказался Power Commander в нем. Я его настроил на стенд, и он стал более или менее корректно работать, то есть, на нем стало, возможно, перемещаться. Но в Морелии постоянная проблема с холостым ходом, потому что там конструктивно сделана сложная система рычагов, которые друг с другом взаимодействуют. И в один из этих рычагов тыкается сервомотор, который приоткрывает дроссель. Там чуть погнулся рычаг, чуть люфт больше, там обороты не те, а работают не так уже. Ну, короче говоря, дурацкая система довольно-таки. И, соответственно, возвращаясь к этому вопросу, мы поговорили, я говорю, хочешь, я тебе на этот твой мотоцикл одену нормальный блок управления двигателем, одену нормальную систему управления. Можно спросить, вот эти Морелии, это вот они были до какого-то года, а потом пошло уже вот новое поколение, которое и сейчас есть. Или их было несколько этих поколений? Ну, система Дельфи имеет несколько поколений. То есть там те, которые пошли с 2002 года по 5-е, с этого всего начинались. Они тоже имеют кое-какие свои болячки у них, там стирается винм, теряется внутри блок управления. Там процессор маленький, он тупой. И еще как бы у них один минус, что они когда видят детонацию, ну, то есть жесткое сгорание, они начинают не столько убавлять опережение зажигания, сколько заливать топливом детонацию, чтобы там типа охладить входящий воздух и прочее. То есть, ну, логика такая, на мой взгляд, сомнительная. Можно в пояснение вот здесь, то есть после карбюраторов пошли первые блоки управления, среди которых вот этот вот Морелли, потом пошли блоки управления Дельфи вот эти, да? И можно ли тогда предполагать, что на мотоциклы, оборудованные и вот этим Морелли, и первыми поколениями этого Дельфи, ты в твоей мастерской можешь поставить самое последнее поколение блоков управления двигателем, так? Которые к этому подходят, мотоциклы? А, ну, ну, то есть, потому что, допустим, у нас есть мотоциклы с Каншиной, там другой блок управления, у нас есть электронным дросселем, там другой блок управления. Если мы говорим, допустим, про первые Дельфи, которые там были 2002, 2003, 2004 год, на них можно одеть блок управления двигателя, там, условно говоря, с 7-го, 8-го годов, которые имеют большой процессор, которые имеют обратную связь, лямбда-зонды и прочую историю, и больше там настроек, и можно красивее сделать, чтобы порвал, можно. И я это делаю, то есть, допустим, вот у меня стоит 2003-го года юбилейный Softail, у которого, соответственно, блок управления старый дурацкий, там, который программировался несколько раз с ошибками, то есть, ну, подняли его, он заработал, но принципиально он дурацкий, потому что он имеет логику работы. То есть, у каждого блока есть своя операционная система, которая определяет логику работы этого блока. Но это все равно 10-летней давности почти новые вот эти новые Дельфи. 2003 год, это 20 лет назад. Да. Вот. И я поставил на него блок управления, он 2007-го года, правильно его сконфигурировав. И как бы он вот ушел от этой проблемы заливания детонации бензином, и еще там куча, как бы, положительных моментов случилось. А суперновый вообще не поставить мозг? Вообще суперновый на суперстарый мотоцикл? И есть ли смысл? Можно поставить, допустим, мозг, ну, вот этого же типа двигателя, да, который производился и ставился годов в 17-м, допустим. Но это повлечет за собой замену проводки, замену другого блока, блока сигнализации с поворотниками. Там система другая, там это удвоит или утроит стоимость работы. Вот, то есть, грубо говоря, если мы имеем блок управления, который работает на шине обмена данных САИ-1850, ну, неважно, какие цифры, то мы можем поставить блок управления, который работает на САИ-1850 из последних выпусков. То есть, а что это даст, если все удалось, все получилось? Даст ли это прирост там чего-то или что? Ну, он будет более корректно работать, более экономично или лучше уехать при условии настройки у нас. Вот. Ну, возвращая, собственно, к несчастному мотоциклу, а теперь уже счастливому, 99-го года, который первый из первых твинкамов, как бы, которые были выпущены, да, там, который был оснащен Морелли, мы на него поставили сейчас систему управления Дельфи. То есть, эта система управления в себя включает следующие вещи. Это впускной коллектор с форсунками, с датчиками, ну, со всей, соответственно, фигней, которая на нем одета. Это другой воздушный фильтр, потому что там другие присоединительные размеры и отверстия не совпадают со старым. Это блок управления двигателя, это, не забываем про, очень важный момент, это регулятор давления топлива с топливным фильтром в баке, который работает с бензонасосом, мы поставили от более свежего мотоцикла, потому что Морелли выдает из бака высокое давление, регулятор давления стоит на моторе и обратка, как бы, лишка сбрасывается обратно в бак, то есть, два шланга, приход и возврат, да, а в современных Дельфи, там, с 2000 этого несчастного второго года, там один шланг, то есть, все регулирование, давление, очистка происходит в бензобаке и выходит только шланг с нужным давлением к форсункам, то есть... То есть, погоди, обратки нет, что ли, получается? Обратки нету. Тогда получается, что все выливается туда, в этот форсунг? Нет, лишнее сбрасывается внутри полости. А, лишнее не пускается просто? Да, лишнее просто не приходит. Вот, соответственно, мы поставили модуль топливного фильтра и регулятора давления, расположили его в баке, подключили к родному насосу, чтобы не городить еще одну какую-то дополнительно дорогую историю, то есть, грубо говоря, по максимуму адаптировали к тому, что было. Соответственно, получили однопроводную систему, ну, с одной трубкой, да, которая приходит к мотору, и вот сегодня завели мотор уже. Вот, осталось нам доделать адаптер для датчика скорости электронного, который считывает скорость движения мотоцикла, потому что у старого мотоцикла датчик скорости 12-вольтовый, и он, соответственно, импульсы дает амплитудой там что-то или 10 вольт, или 12, ну, то есть, высокой. Мастерская басмача. А у 2005 года плюс датчик скорости 5-вольтовый, то есть, на него приходит запитка 5 вольт и земля, и амплитуда 5 вольт, то есть, у него разная амплитуда выхода датчика. И, зараза, они по высоте еще разные, по вылету, то есть... Надо поставить сопротивление. Не сработает. Не получилось у нас таким образом сделать. То есть, нужно сделать, грубо говоря, более длинный датчик, поставить с адаптером, который дистанционный, как бы, шайбой, да, в который не дает ему возможности воткнуться жестко в шестеренки и спилиться. То есть, вот, сейчас, как бы, мы все разъемы подвели к датчику, датчик подключили. Осталось, вот, изготовить алюминиевую проставку для этого датчика, собственно. Вот и все. А, еще забыл, что надо обязательно поменять катушку зажигания, потому что в Дельфи используется трехпроводная катушка зажигания, то есть, плюс и два управляющих минуса. Но в Дельфи, в системе Дельфи, используется четырехпроводная катушка, где есть плюс, где есть два управляющих минуса и есть ион-сэрс-выход, который позволяет по напряжению между электродами свечи в момент горения, то есть, есть там, как бы, много ионов, мало ионов, определить, есть детонация или нет детонации. То есть, вот это вот тоже довольно существенный момент, что нужна катушка зажигания правильная. Вот, соответственно, мы ее поставили, чуть-чуть подкорректировали проводку, то есть, использовали родную проводку. Нам пришлось добавить вот датчик, хвост датчика разрежения, ну, мапсенсора и лишний провод протащить к катушке зажигания. И что же получилось в итоге? Или еще пока непонятно? Ну, и в итоге получилось, что мотор сказал «кхе-кхе» и завелся. Значит, работает ровно, и дальше, значит, мы с ним будем работать на геностенде, собственно, отстроив карту для того, чтобы он работал замечательно. То есть, не будет проблемы с плаванием холостых оборотов, мотоцикл будет оснащен узкополосными лямбда-зондами, чтобы на нем можно было путешествовать и иметь довольно большую экономику по расходу топлива, то есть, он будет расходовать топливо, значит, более экономично. И при всем при том, как бы, на режимах, когда там человек захочет похулиганичить, погонять, он будет работать, как бы, ну, максимально эффективно на все деньги. А каким мотоциклистам, с какими мотоциклами есть смысл задуматься? И что в целом можно сказать? Какие плюсы, в целом, при замене получатся? Ну, во-первых, плюсы, что нормальная диагностика получается. То есть, блок Морелли не особо диагностируется, он показывает показатели двух датчиков или трех, ну, четырех датчиков, и все. То есть, там минимум информации, и не все очевидно, как он работает. Вот, здесь получается полноценная, то есть, если мы подключаем компьютер, мы подключаем, значит, мы видим полноценную картину работы двигателя, плюс мы еще поменяли спидометр, поставили спидометр нормального образца, и теперь можно ошибки почитать и стереть со спидометра. То есть, отборка одометра, то есть, нажимая кнопочку «Ресет», ну, сброса суточного пробега, можно посмотреть активные ошибки, либо их стереть. Это тоже очень крутой положительный функционал, который, на мой взгляд, просто необходим. Слушай, ну, вот многие, наверное, видели твои вот эти графики, твои вот эти таблицы с ячейками и так далее. Некоторые могут подумать, ну, вот у меня там мозги предыдущего поколения, они дают там, ну, не знаю, там тысячу ячеек, а Басмач предлагает поставить более новый мозг, который будет показывать 1200 ячеек. То есть, в принципе, ну, неужели вот это вот добавление информации реально дает возможность более точной настройки? Безусловно, да. То есть, мы, получается, что мы весь ездовой диапазон делим на большее количество кусочков. И в каждом кусочке мы отстраиваемся, чтобы была идеальная, как бы, картина работы двигателя. Ну, и в предыдущей версии тоже так было? Просто некоторые действительно могут скептически подумать, ну, господи, график там, ну, чуть-чуть более, как бы, точный, что ли. Стоит ли оно того? Ну, допустим, у нас, значит, есть мотоцикл 2003 года и есть мотоцикл 2007 года. Значит, в мотоцикле 2003 года в файле настройки, в основных таблицах, которые, значит, определяют работу двигателя, это по воздуху, эффективность заполнения, у нас идет градация открытия ручки газа, значит, 0, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100. Ну, открытие процента открытия ручки. Вот 2007 года мы имеем 0, 2, 5, 7, то есть, чего нету. То есть, это режим небольшого открытия газа, когда мы там едем в пробки 10, 15, 20, 25, 30, то есть, я вот не помню, есть 15 в старом или нету, то есть, вот, ну, могу ошибаться сейчас. Надо бежать вниз и смотреть, ну, а фиг с ним. Ну, короче говоря, значит, появляется там от 3 до 4 лишних вертикальных столбцов с данными. То есть, это нам раскладывает ездовой диапазон на большую дискретность с меньшими ячейками. И, соответственно, вот в режиме, когда там мы едем по шоссе, либо мы едем на небольшом газу, и нам нужно дозировать аккуратно, все получается более четко. Значит, что я имею в виду? Допустим, у нас настраивается мотор старый, который имеет там после 5% дросселя следующая ячейка 10, да? И мы начинаем мерить состав смеси. Мы видим, что на 5% у нас там одна смесь, на 10% вторая. Но если мы посмотрим между ними, то мы имеем совершенно другую смесь там на 7,5%. То есть, когда этого столбца с этой ячейкой нет, там делается все по усреднению. То есть, как бы усредненное между 10 и 5, там будет применяться как бы значение к 7,5%. 7,5% это довольно часто используемый диапазон. 7,5% ручки дросселя. 15% тоже часто используемый диапазон. 25% часто используемый диапазон. То есть, это диапазоны, которых нет в предыдущих мозгах. Да, то есть, мы, получается, что намерили и пересчитали калибровку для 5% и для 10%. А вот что между ними, нас не волнует, потому что мы не можем эти данные прописать в калибровке. А бывает, что там какой-то всплеск. Или очень бедная смесь, или очень богатая, то есть, нелинейные изменения. То есть, когда линейные, то есть, допустим, там на 5 было мало, на 10 стало много. Условно говоря, посередине, что-то посередине. Средняя, да. Вот. А на, допустим, моторах с другими распредвалами, там бывает, что посередине всплеск в другую сторону. То есть, очень мало, допустим. И вот этот вот перегиб, не знаю, насколько у меня получается объяснить, это не средняя точка между соседними две ячейка, а что-то совершенно отличное от этого. Так вот, если у нас там ячейки нету для этого положения ручки... Ну, не можем ничего сделать. Не можем ничего сделать. Как оно вышло, так и вышло. И не всегда корректно. Вот. Поэтому вот и хорошо иметь максимальное разрешение таблицы с большим количеством ячеек. То есть, больше возможностей, проще говоря. Больше возможностей для корректной настройки. Слава, а сколько все это может стоить? Примерно, в каком диапазоне денег? Ну, вот переоснащение на, допустим, с Морелли на Дельфе, там порядок 100-150 тысяч рублей. Но при этом вы получаете, как бы, понятный для диагностики мотоцикл и надежно работающий. То есть, мы ставим там новые разъемы, которых не было. Прокладываем новые провода, там новые датчики, там новую катушку поставили, новый датчик скорости. То есть, это все проверяем, чтобы была корректная система работы. То есть, человек, который ездит на Эволюшине с 113-м мотором ультимовским на систему управления 2012 года с электронной ручкой, он просто тащится. Говорит, блин, с ним теперь не надо ничего делать. То есть, ты просто пришел, завел, чуть-чуть его прогрел, поехал. Он всегда едет. То есть, как бы, у него нет захлебывания. Он на них не задумывается. То есть, он не стреляет в трубы. Он равномерно разгоняется, при этом еще и топливо расходует разумно. А если кто-то сейчас нас слушает и скажет, ну, Света Басмач, это для снобов, это для каких-то суперэстетов вот эта вся операция. Что бы ты таким людям сказал? Да. Что ж, ну, у каждого свои задачи. То есть, как бы, если человеку это не надо, значит, это не надо. Возможно, кому-то это не надо, но интересно послушать, что это возможно. Как бы, если нашлась аудитория, кому интересно послушать, и кто подумал, о, блин, чуваки классно делают. Это уже, как бы, здорово. Это значит, что мы не впустую теряем время. Есть люди, которые, как бы, ну, захотят воспользоваться этой ситуацией. Потому что Harley такая техника, в которой прикипаешь сердцем, и зачастую менять этот мотоцикл люди не хотят. Ну, сейчас чуть-чуть кончим эти детали. Но, как бы, на будущее я стараюсь держать необходимое количество компонентов для того, чтобы быстро и красиво перейти с одной системы управления на другую, наличием на складе. И, как бы, я планирую, что этот сервис будет весьма востребован. Спасибо тебе большое, Слава, за очередной интересный рассказ. И до новых встреч. Да, всего хорошего. Слышимся, Слава. Мастерская Басмача. Очень легко найти в интернете, в гугл-картах или в яндекс-картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов. Коломяшский проспект, дом 10.